Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас на моем канале. Сегодня мы будем кушать вкуснейшее блюдо азербайджанской кухни. Это гюрза. То есть это что-то наподобие пельмешек, только немножко измененный вариант. Выглядят они очень аппетитно, вот так вот. Рецепт, кстати, у нас есть, так что обязательно, вот прям обязательно, не думая, переходите в инфобокс. Там будет рецепт, готовьте тоже, я уверена, что вам понравится. Вот, давайте приступим. Первый пошел. В этой тарелке всегда кажется, что очень мало в тарелке, но мама положила сюда. Вкуснотища. Сегодня ко мне должна прийти айсель. Мы с ней будем снимать тиктоки, мы с ней будем снимать видео для ютуба. Я просто не знаю, что мы будем кушать. Думаю, может быть, пиццу или какой-то фастфуд. Домашняя еда все-таки не то, мне кажется, если зовешь кого-то к себе. Вот что-то такое. Вроде бы мы и хот-доги снимали. И все-все снимали. Еще с одной девочкой мы списывались в инстаграме. Я что-то поставила историю, она написала, что он тоже хочет сняться в моем видео. И мы вроде как должны были с ней договориться. Потом я потеряла ее аккаунт. И теперь никак не могу найти. Так вот, если ты меня смотришь, лезгинка, которая живет в Ахмедлах. Напиши комментарий под каким-либо фотом. Или напиши на пиар-аккаунт к Регене. Она тебя перенаправит. Как же вкусно, ребят, прям нечто. Вчера был конкретный дождик. И когда дождик, я всегда как бы переживаю насчет домашних животных. Собачек, кошек. И у меня, если честно, парень, мне это не очень нравится. Он не особо любит животных. Честно, меня это очень отталкивает. Я не люблю людей, категорически не люблю людей, которые не любят животных. Мне кажется, внутри этих людей есть жестокость. И у нас даже был такой мини-конфликт. Я своего котика детскую целую. Он говорит, зачем ты это делаешь? Это животное. Не знаю, купи ему какой-то домик. Пусть спит в этом домике. Зачем он должен спать? Почему он должен спать вместе с тобой? Меня, честно, немножко это обижало и раздражало. Потому что я считаю, что он мой ребенок. Твикс мой сын. Но с кем поведешься, от того и наберешь я. Я ему в прошлый раз говорю, что если хочешь сделать мне что-то приятное, у них там недалеко, где он сейчас находится, там есть мама с маленькими щенятами. Я попросила его покормить. Эх, он покормил, снял видео, показал мне. Блин, такие милые. У меня вот просьба ко всем моим подписчикам. Если у вас где-то во дворе, в подъезде, не обязательно же брать к себе домой, если вы не хотите. Вы просто можете купить маленький такой корм и покормить. У нас есть знакомая, точнее, у моей подруги с детства есть старшая тетя. И вот она очень любит кошек. Каждый раз, когда едет в деревню, а там полно бездомных кошек. И особо, знаете, их никто не подкармливает. Она просто привозит огромные мешки к этикетам. И всех вот ищет по всей деревне этих кошек. И кормит. Я принимаю сейчас, связанной в тему, я кое-что другое вообще рассказать хотела. Мне всегда, когда я мубанк снимаю, у меня куча мыслей, надо это рассказать, это рассказать. А потом, знаете, одну историю я оставляю наполовину, приступаю к другой истории. Надо, наверное, писать какой-то сценарий, какой-то текст. Хотя бы про что я буду говорить поочередно. У меня очень сильно отекают руки, губы. В общем, конечности очень сильно отекают. Это все из-за препарата, сильно действующего, который я принимаю. Я вам говорила. Он для прыщей. Он просто всем помогает. Вот всем без исключения. Просто он имеет ряд, просто огромный вот такой вот список побочных эффектов. Но мне, знаете, уже плевать. Мне надоело жить с прыщавой рожей. Прыщи как-то надо лечить. Я вижу результат. У меня уже на подбородке вообще ничего нету в этой стороне. Тоже не одного прыщика в основном здесь у меня. Ребята, просто у кого где болит, тот о том и говорит. У меня появились куча просто всяких побочных эффектов. Я человек не с таким уж крепким здоровьем, если честно. Ожидала я, конечно, что такие препараты будут как-то пагубно на меня влиять. Но все мы хотим выглядеть хорошо. И как бы ты ни накрасилась, когда у тебя вот такие вот прыщи, сверху наносишь тональные. Многие вот всегда под видео пишут, Айка, у тебя же чистая кожа, ребят. Дело не в том, что я идеальная. Дело в том, что я снимаю на профессиональную камеру Canon, которая просто, не знаю, даже из урода делает красотку. Так что проблема не есть. Просто благодаря хорошей камере она способна скрывать. То есть это не специальная какая-то функция, просто это встроено в камеру, так скажем. В функциях я не разбираюсь, я вообще чайник. Смотрела всегда на бьюти-блогера и думала, блин, какая картинка. Господи, наверное, у нее там камера за 5 тысяч. Потом зашла что-то в инфобокс. Red Autumn. Я ее всегда смотрю, мне она нравится. Там про косметоз рассказывает, она такая милая. Смотрю всегда на ее картинку и думаю, бог мой. Ну что же она снимает? А оказывается, у нее такая же камера, как у меня. Вот один в один модель та же самая. Я в инфобоксе под одним видео увидела. Она там все это оставляет. И я думаю, что у меня такая дурацкая картинка получается, а у нее настолько профессиональная. Я, наверное, не могу разобраться в настройках. Меня обязательно кто-то должен научить, кто-то должен сказать, нажми на это, это. Потом будет вот так. Раньше я освещение Ring Light ставила очень близко к себе. Я думала, что-то не то. Ну, не классно получается. Потом, чисто случайно, когда розетка была далеко, мне пришлось поставить освещение подальше от Лиза. И, блин, такая крутая картинка получилась. Оказывается, этот Ring Light не надо прям лоб в лоб ставить. Чуток подальше. Поэтому нужно экспериментировать, нужно смотреть. А вообще, в идеале, я бы очень хотела пойти на какие-то курсы, на какие-то, не знаю, улучшения, квалификации, видеомонтаж, редактирование видео. мне это очень близко. Очень бы хотелось бы. Знаете, если я бы вернула время назад, я бы поступила бы, наверное, хотя нет, с одной стороны, я свою работу тоже люблю. Не буду хаять, вдруг мой босс смотрит мои видео. Моя работа, как таковая, она очень прибыльная, моя основная работа. Вот. Но для души я бы очень хотела работать монтажером, например, монтировать клипы, или монтировать какие-то сериалы. Мне кажется, это безумно интересно. Я элементарно, как это, своему банке, свои влоги монтирую. Я не могу сказать, что я работаю, я получаю кайф от этого, вот реально. Естественно, деньги я тоже получаю. Но это не сравнится с теми деньгами, которые вы можете заработать в строительном бизнесе. Я вам так по секрету скажу. От одной сделки вы можете, не знаю, сразу заработать ну тысячу долларов просто. А кто-то и три может заработать. Поэтому работа перспективная. Но она не очень женская. Более мужская, на мой взгляд. Такие вот дела. Я просто представляю свою старость. я буду делать то, что мне доставляет удовольствие. Я планирую, что в старости я научусь делать мультики. Я буду просто с утра до вечера сидеть и делать мультики. Развивающие, там разные. Сейчас карантин. Везде все закрыто. у меня были грандиозные планы. Я хотела пойти научиться танцевать хорошо. Хотела пойти научиться плавать. Хотела получить права. сейчас не то, что какие-то кружки. У нас даже магазины одежды. Просто все закрыто. Кроме продуктовых магазинов и аптек. все остальное закрыто. Вот так вот и живем. Это хорошо, что перед тем, как все это закрылось, я пошла и купила себе дофига косметики, чтобы замазать свои прыщи. Мясо такое здесь прям вкусно. В отличие от пельмешек в гюрзю кладется мясо уже пожаренное. Сверху еще барбарис был. Кофе тоже закончилось. Надо брать ведро. В общем, на этом все. обязательно ждите видео с Айсель. Оно, наверное, будет совсем поздно. Всех люблю. Целую. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вам не тяжело. Всех люблю.